Итак, добрый всем, ну, у меня вечер. Значит, мы говорили в прошлый раз про начало книги псалмов, и я готов повторить, что вообще считается, что первые 10 псалмов читают, например, во избежание греха. Отсюда обычай по окончанию Мариевы, Йом-Кипура, про честь 10 псалмов первых, с первого по десятый. Причем, учитывая некоторую тонкость во всей этой истории, о которой мы сегодня будем говорить, есть некоторая проблема довольно смешная. Десятый псалом, он десятый или девятый только, о чем мы сегодня попробуем поговорить. И фокус в том, что первый псалом все настолько хорошо знают, что его смысл, некоторые смыслы, которые в нем заключаются, они просто ускользают. просто по привычке к нему, потому что он как бы слишком завязший на зубах. Его знают там почти все на языке, потому что он первый. Естественно, первый, его лучше всех обычно и знают. Натан, у меня нету возможности переключить. Да, сейчас, секундочку. Угу. Есть. Нет, не то включил, извините. Включил вместо свой файл. А нам нужен вот этот общий файл. Ага. Значит, я вначале прочту просто, а потом попробую обсудить. На иврите это звучит так. В нем он короткий, первый псалом, у него всего шесть стихов. Ашры гаиш, ашер лох алах бацат рашхайм, ובדарах хатайм му амад, ובמשав лейцин, лох ישа. Ки им ветерат Адонай хевццо, וветерато гигаге, йомам вилайм. Вегая, хаэт шатун алпалгей майм, ашер пирью гитен бейто, ва алегу ло ёболь, веколь ашер яаса яцлих. Лохен га рашхайм, ки им кемоц, шер тедафен рух, аль кен, ло якуму рашхайм бэмішпат, бэхатайм, бэадат цедікін. Ки йодэа Адонай дэрэх цедікін, бэдэрэх рашхайм товэп. Значит, тепер, попробуй выразбирать. Ашрэй га іш, ашер лоха лах бэйцат рашхайм, славен человек, который на совет преступников не ходил, бэдэрэх хатайм ло амад, на путь грешніков не вставал, и на собрании, и в собрании глумливых или насмешніков не сидел. А ну дайте целиком, пока почтем. Но, если к таре Всевышнего, таре Господа, следует все его желание, и о его таре, он, вот слово егэ, оно может означать и размышляет, и говорить, тут трудно сказать, егэгэ, это слово непереводимое, оно как бы и умыслы, и разговоры, и все здесь. Денно и ночно, то будет он, как дерево, посаженное у разлива вод, которое плоды свои дает вовремя, и его, олегу, и его листья не вянут. Не так злодеи или преступники, они ничто иное, как мекина, уносимая ветром, поэтому не устоять злодеям на суде и грешникам не устоять в обвинении, не устоять, надо перенести слово, в общине праведников. Ибо Гошем знает путь праведников, а дорога преступников вот теперь то ли пропадет, то ли доведет до погибели, ниже поговорим, что это точно значит. Первое, вот теперь на что обращать внимание? Первое, на что следует обратить внимание, это на то, что в этом псалме нет заголовка. А это уже должно вызвать некоторый напрямь. Дело в том, что большинство псалмов имеют заголовок, этот не имеет заголовка. И вопрос, который всегда ставится, это как бы исход, это предисловие написанное книгой псалмов. То есть можно ли это считать, что это не более чем предисловие написанное книги псалмов? И оно как бы ломи гухасэ, не из тела книги, а кто-то составил предисловие ко всем псалмам, и это предисловие, оно стало частью псалмов. Какой аргумент в пользу этого? Я могу сказать, кроме отсутствия заголовка, есть второй аргумент куда более серьезный. И он ясен только для тех, кто читает на иврите. Вот в русском этого не видно, а в иврите вот он. Обратите внимание на комбинацию шина шина фирейшев. Ашры ха ищ ашер лох аллах пейцат рашай Вот где вот такой перекат шина фирейшев еще встречается. Ответ для любого человека, который знает Танах, он на автомате. Это первый стих песни-песни царя Соломона. Опять, в русском языке не слышно. А в иврите ширга ширим ашер лишь ломо. Ашры ха ищ ашер да ширга ширим ашер лишь ломо. Вот этот перекат шина фирейшев и рейшей он стоит в заголовке песни-песни. По этому поводу первый стих как это не странно. Его по всей видимости надо воспринимать именно как заголовок. У пророка Исшаяху начало песни о винограднике начинает ашир на лиди шир рад доди. Вот это лиди шир рад доди. Это вот такая же олитерация характерная для заголовка. Там только Дала Тывава идут шутка идет через Дала Тывава. Здесь именно вот так. Значит теперь замечу там дальше вот желтеньким выделено в этом стихе шины многочисленные которые мошав лицин логишав. Кстати более в этом стихе не очень много таких литеративных явных проходов но то что первый стих такой он довольно любопытный. Теперь я хочу заметить что далее идет вот что Халах Амад Луамад Луиша Юльша вот с самого начала у нас идет набор именно действий. Он не ходил не стоял не сидел тогда смотрим второй стих что его желание только к Торе Хашем и ею он занимается в связи с чем обсуждение словом когнитивный мне очень хотелось сказать что его внутреннее восприятие всего на свете идет через это самое через Тору все знают на самом деле первое что бросается в глаза значит отрицательное описание вот этого славного человека Ашрей может быть благо человеку счастье человеку очень трудно слова Ашрей это наречие его трудно перевести Раша вообще считает что это благо человеку не знаю по-моему это где-то близко к ура русскому ура человеку да здравствуй человек виват человеку который не ходил не стоял не сидел но занимался Торой и все его мозги направлены на Тору противопоставление вот первый и второй стих удивительным образом умудрились сделать противопоставление вот будь я настоящим психологом я бы с удовольствием сказал что первый стих описывает человек в рамках пихевиористской теории а второй стих равных когнитивной теории они на самом деле вот то чего не замечаешь что отрицательное описание через что не делал там идут именно скоростные идут действия не сидел не стоял не ходил не стоял не сидел до второй части он вообще ничего не делает у него нету движения он в Торе находится то есть как бы на первый взгляд происходит довольно любопытная вещь что человек действия первого стиха противопоставлен ну в некотором смысле в Яков и штам Йошефа Ахалин а Яков был городским мальчиком сидящим в шатре извините за вольность перевода но слово там моя проверка показывает что это человек преисполненных бюргерских как называется достоинств такой так вот в второй части он он как бы получается противопоставление действия бездействия на самом деле мы сейчас увидим что это не совсем так но вот внимание к таким деталям оно довольно существенное при этом вот смотрите вот Талмуд первую часть вот известный комментарий если не ходил то тем более не стоял если не ходил по дороге то тем более не стоял а если не стоял то тем более не сидел значит по этому поводу то ответ выглядит совершенно фантастическим что если пошел то встанет если встанет то сядет вот это вот противопоставление оно очень любопытное потому что как бы одно повлечет за другое за собой другое поэтому идут вот эта серия отрицаний но здесь есть еще одна вещь вот когда я говорю о том что первая часть это предисловие первое это самое то книга псалмов открывает нам книги ктувин да писание а вот теперь во второй части во втором стихе но если кто ри гатшем все стремление его и кто его он размышляет упражняется днями и ночами то самое начало книг пророков книга Ягашуа Всевышний обращается к Ягашуа прямо в первой главе восьмой стих и говорит ло йи муш сэфер тараха сэм ми пиха ва йегита бо йо мам ва лаэна и не отойдет книга стора это от твоих уст и йегита вот йегэ вот оно это слово и ею занимаешься днем и ночью йегэ йо мам ва лаэла занимается день и ночь чтобы блести ради того чтобы соблюдать все записанное в ней ки астацлиэх эндаркефа вастацки ибо тогда ты будешь удачлив и тогда тут спорно то ли наберешься разума то ли опять будешь удачлив обратите внимание что книги пророков начинаются почти так же там восьмой стих то что я процитировал восьмой стих первой главы книги Йошуа буквально в йегита боги мам ва лаэла точно так же о законе его размышляет генно и ношно то есть вот это абсолютно одинаковое построение начала книги пророков и начала книги псалмов уже доказывает что это не какой-то псалом просто так откуда-то взятый что он специально поставлен в начало книги и книги Игарчула сказано и тогда если ты будешь размышлять тогда ты преуспеешь тогда преуспеешь в путях своих тогда ты наберешься разума или Таскиль может точно так же означать преуспеешь не буду сейчас доказывать почему это так это книги Игарчула это здесь по этому поводу довольно важный момент что книги Игарчула Тацлех Даркеха Игарчула вот теперь начинается довольно любопытный момент в Торе в этой книге Игарчула не более чем он там упоминается только как ученик Моше он фигура бездействия в Торе он находится рядом с Моше и принимает от него Тор в книге Игарчула это человек непрерывно действующий книги Игарчула он завоевывает страну он делит землю между коленами он непрерывно занят он человек действия и вот это здесь должно обращать внимание что как бы в пяти книжах Хумаш Игарчула Хогебе Тора он находится рядом с Моше и получает от него Тор чтобы потом Тацлех Экдерке как обещает ему в Целище чтобы приобрести удачу на путях вот вот ссылка вот когда делают правильные ссылки на другие книги когда вы внимательно следите за этими параллелями то это не просто как бы я знаю что похоже есть там ну и что что есть ну и есть но цитата из книги Игаршула ставит свет на псалмы Игаршула соблюдая законы преуспел в путях стоить а его пути пути действия вот это довольно важно теперь у наших мудрецов продолжая то что говорится про второй стих наши мудрецы замечают следующее что ки им бетурат ха шем хевцо вот если ки им вот оборот ки им но только и тут большой вопрос дело в том что как это надо читать и вы долго будете смеяться то мидраж довольно известный говорит что бетурат ха шем первой половине стиха то есть тара господня да ну переведено закон но как перевести слово тара по-разному бывает это и не так что не как так как Значит, итак, ситуация выглядит так, что, как ты можешь говорить, вначале была Тора-Фашема, а потом Тора-То стала его Торой. Значит, ну и отсюда дальше мы регулярно читаем, например, оборот, и вот пришел человек в Ган-Эден, в райский сад, в Талмудо-Баедо, и пришел со своим Талмудом-Подмышкой или со своей Торой. Как бы вначале это Тора чужая, небесная, а потом она становится его земной. Понятно, что, я могу доказать, что Тора-То – это его Тора, это в смысле Всевышнего. Вот перевод его с большой буквы – это против этого Мидраша, это не по этому Мидрашу, это по тому, как надо было его как правильного перенести кипшат хамила. Теперь, вот здесь надо заметить следующее, что есть разные переводы этого псалма, и вопрос выглядит всегда, вот что делать вот с этим первым словом. Потому что регулярно понимается это так, что он в соседании Глубливых не сидел, но только к Торе его стремлений. Не так, как здесь переведено у меня, но только вот такое противопоставление. На самом деле, вот теперь зачем надо следить за вентиляцией. Вот видите, вот этот значок, давайте я увеличу, как мало, надо смотреть, это увеличим букву, чтобы было ясно, с чем мы имеем дело. Видите, вот тут внизу вот эту стрелочку налево. Эта стрелочка показывает на следующее, что читать предполагается «ки им бетурат гаше», то есть «но», точка с запятой. Если к Торе всевышний, как переведено? Как здесь переведено? Переведено строго по Кантиленции. Ки им, как «но только», «но только», «но только», это более поздний еврей. Это не библейский еврей, это более поздний слой, класс языка. По этому поводу надо понимать так, что вот так. Если к Торе его стремление, то он будет, как дерево, посаженное у истока в воду. Именно вот так. Именно вот так. А второй ки им? Где? Про Раша в Далите. Посмотрите на Кантилляцию. Ки им соединяет и соединяется с им. Но они будут, потому что Кантилляция другая. Смотрите, вот теперь смотрите на вот этот знак Кантилляции. Тут не стрелочка, тут, видите, вот этот знак. Он, это не Марих, а наоборот, это не удлиняющая паузу, а соединяющий знак. Так как вам неудобно здесь, причем, ки им, ки моц, вот правильное чтение выглядит так. Ударение на моц, мекина. Значит, так как мы все люди городские, то мекина, значит, когда пшеницу вначале на гумне молотят, чтобы отделить ее от этих самых, от пленок тонких, которые... После этого ее подбрасывают, причем на ветру это делаете всегда. Вот моц, вот эти шелуха, ее уносят у пшеницы ветер. Это и есть моц. То есть, они, как бы, то, что здесь сказано... Ну, вот то, что здесь сказано, это именно вот такое. Ну, понятно. Они не такие, но... Вы помните, я много раз знаю, что ки в писании слово, которое не имеет перевода даже на арамейский. На арамейский существует в зависимости от контекста четыре слова, которым надо переводить. То же самое на все языки, известные, по крайней мере. То же самое в индоевропейских языках и в арабском языке. Такого слова ки больше нигде нет. Но только для библейского иврита и для позднего иврита уже это слово потеряно в основном значении. Основное значение – это связка сложно подчиненного предложения, которое может означать что угодно. Ибо... Ибо... Но... Вот... Лихи арбал сонот... Дега... Дега... Эла... Харэй... Дега, Эла, Харэй... И... Бекос... Потом... Значит, теперь... По этому поводу... Вот теперь вернемся здесь. По этому поводу здесь-то как раз чтение по кантеляции именно такое, как я сказал. Если все замысли, то он будет как дерево, посаженное столько в воду, которое плоды дает вовремя. И его... И его... Лист не уверен. Ки аста цлих, а бекхай ягашуа. Тогда, если ты будешь... Если чай тору, тебя будет преследовать удача. Коль... Коль... Ашарья сыгет цлих... Понятно. Понятно. Все, что будет делать вы... Значит... Я не буду смешные комментарии приводить к этому месту по поводу вот этого дерева, которое стоит, которое дает плоды и листья которого не вянут. Современных комментаторов читать иногда ужасно смешно. Давайте чуть-чуть это самое. Мне всегда очень нравилось длинное многочисленное рассуждение о том, какое это дерево. Потому что, собственно, практически все плодовые деревья, они не вечно зеленые. Вечно зеленые деревья не плодовые. Единственное исключение, ну, практически единственное исключение из этого правила, это эти самые цитрусовые. Они вечно зеленые и плодовые. Практически все остальные в наших краях, они облетающие на зиму. По этому поводу вот это обсуждение, что какое дерево имеется в виду, на самом деле понятно, что какое дерево имеется в виду, что его листь не вянет не вовремя от засухи. Когда листья у дерева не вовремя, когда идет засуха, а это дерево, которое посажено у истоты в воду. Ну, естественно, это редкостный случай. Вот смотрите, опять, давайте параллельную цитату. На этот раз уже будет книга пророка Ирмия. Баруха Гевара Шеретах Башем. Благословен человек, который полагается на Гашема. Быхая Гашем Мифтахо. А Гашем является оплотом, на который полагается. Баруха Гевара Шеретах Башем. Быхая Гашем Мифтахо. Как вы помните, по многим седурам этой фразой кончается Биркат Гамазан. Ну, почти кончается. Почти во всех седурах он стоит. У Хабада, по-моему, этим стеклом кончается Биркат Гамазан. В остальных Нусахов добавляется на Аргаите. Спор, надо ли читать или не надо, не сюда. Да, значит, но продолжение, продолжение, вот. Всегда учитывайте, что куча раз, когда вы находитесь в седуру какую-то цитату, вырванную из контекста, нужно продолжение читать. Продолжение у Ирмия. Быхаяка Эт Шатуль Аль Маим. И будет как дерево, которое послужено на воды. Вот оно. Только здесь полгей маем, разлив, вот. А здесь просто у воды. В Аль-Юваль ешлах Шаршав. И на источники водные. Слово Юваль еще значит источник воды. Источники водные. Простираются корни его. Логеры, ким его хоум. Не боится, что придет жара. Быхая, але гуранан. И его листья остаются свежими. Увешнат бацорет, лоедак. И в год зацухи не беспокоится. Былоги миш мула супри. И не прекращает доводь плоды. И далее Ягашем, который испытывает, видит в сердцах, который проверяет, ну, клоет почки, но клоет в Танахе символ совести. Клоет – это место расположения совести в Танахе почки. Латет ишка дарко дать человеку по путям его к при как плоды за кей его. Вот дословность. Вот оно. Вот этот же стих. Вот он наш стих. И мы хорошо видим, что засохший лист относится к шнадбацорет, к засушевому году, что такой человек не знает засухи. Такое дерево вот не знает засухи. И такой человек, который вот так живет, он будет всегда это самое. Теперь. Лох-Хэн-Харашаим, Лох-Хэн-Харашаим не так злодеев. Они их уносят ветром, поэтому не встанут. Злодеи на суде, а грешники вообще неправильны. А вот здесь уже начинается интерес. Не упомянутый лецим первого стиха, глумливые эти самые, насмешники. Вообще, надо сказать, что порядок первого стиха, он выглядит так. Это Рошаим, Хатаим и Лейцим. Традиционно Роша, Хатаим – это где-то ошибающийся, заблуждающийся. Грешник обычно переводит. Но это мягче, чем Рошаим. Роша – это вообще злодей. А Хата, он грешит по разным причинам. Но Лейцим, они же вообще, собственно, ничего плохого не делают. Они только насмешничают. Понятно, что Медраж, и правильно говорить, что Лейцим хуже всех. Потому что у Роша есть чува, у грешника есть чува, у Лейц, насмешник он, как известно, Рамхаль, Раби Мишахаим Луцата, говорит, что Лейцанут, насмешничество, это смазанный жиром панцирь, который позволяет, который не позволяет Слово Всевышнего попасть в сердце. Это такая защита, чтобы вот ничего всерьез не воспринимают. Смотрите, как смешно. Вот это Лейцанус. Это хуже всех. Опять, в судебном отношении, вот в связи с предыдущим уроком, в судебном отношении Лейцанус преследовать нельзя. Потому что это только слова. В моральном отношении они хуже всех. По причине того, что и Роша, и Хоте, и злодей, и грешник, он для себя действует. А Лейцим они для других. В этом смысле это самая плохая вещь, какая бывает. Но они, заметим, дальше они не упоминаются. Поэтому не устоять злодеям в суде, грешникам, вообще неправедникам. И вот здесь начинается та самая вещь, которая самая неожиданная. Откуда взялась Адад Цедикин? И Дерех Цедикин потом? Она же не упоминается. Есть Дерех Рошаин. Есть путь злодеев. Он был в начале, и вот он в конце Дерех Рошаин. Вот она, дорога грешников. Вот она, ею кончается. И был совет грешников. Дорога эта самая. Но вот появляется вдруг неожиданная вещь, которой непонятно, откуда она может взяться. А откуда может взяться Адад Цедикин? Потому что во втором стихе, вот что не замечается в этом слове, обычно при чтении, при обычном чтении. Потому что второй стих описывает то, что по остроумному выражению Рава Соловейчика одинокий верующий человек. Ишиму Нага Бадады. Одинокий верующий человек. Он стремится к Торе. Он ей занимается днями и ночами. Он один. Откуда взялась вдруг община? И откуда взялась дорога? Если он не ходил по дороге к Хатайю. Где-то же он должен ходить. Он не по полу ходил. Значит, он сидит дома, и пучает джин и ночью. И откуда взялась община? Вот это самое интересное в этой истории. Вот это самое интересное. Это не противоречит псалмам. Это то, о чем он говорит. Что каждый начинает сам. Община, она откуда-то берется. Дорога, она откуда-то берется. Они сами объединяются. Вот если Рашаим, злодей, идут по дороге у них, дорога Торна. Машаф, извините. Ацат Рашаим и Адат. Обратите внимание. Адат – это община. Эца – это совет. Эца – это на самом деле. Эца регулярно – это госсовет. Это не просто совет. Это совещание о стратегии. Он по решению вот этих злодеев, праведник не ходил, но откуда-то берется. Вот что здесь говорится, что одинокий праведник второго стиха становится каким-то образом отдаться диким. они собираются непонятно как. Гошем знает путь праведника. Вот этот путь, который знает Гошем, «Юдея признает». «Юдея знает». Это оно само по себе. Откуда-то берется. Он будет признан. И отсюда возьмется Адат Садиким, который идет. А вот в конце сказана загадочная фраза «Вадерах Рашаим твэд», а путь преступников пропадет в каком смысле. Вот это загадочная в некотором смысле фраза, потому что большинство комментаторов говорят, доведет до гибели. Что путь преступников, он не просто так, он доведет до гибели, ну как там вот два перевода даны разными шрифтами. Но буквально написано «пропадет». Если это лаотит лаво, если это о мире грядущем, то он пропадет, потому что не будет злодеев и не будет, соответственно, и пути для них не будет, потому что он сам пропадет. Кстати, вот по поводу хачам знает дорогу праведников Раши говорит, что это слово означает «так же любит», но основное значение его таки знает, потому что тот, кто любит другого, пытается его узнать ближе. Кстати, самый экстравагантный перевод, который здесь возможно, ибо хашем устилает дорогу праведных. Тоже хороший перевод, он хорошо ложится на смысл стиха, но доказать, что это так, я не берусь, мне не нравится. Но вот это смысл стиха, то, что праведник не идет по чужой дороге, он, в общем, отказывается от основной дороги, по которой ходят люди. Основные люди ходят по какой-то дурацким советам, они идут по дороге греха, они а дороги праведников на самом деле не существуют, потому что они ее, по которой можно сказать, вот иди так, она сама у них получается, эта дорога ими проложена, но, как это ни странно, оказывается, что каждый прокладывает дорогу, но, если путеводна является Турат Хешем, то это будет общая дорога, по которой идет община, хотя вроде бы общины как бы и не было, она сама возникнет. И я хочу заметить одно вещь, что если первый псалом, и это самое важное для нас здесь, это открывается о одном человеке, который в конце вдруг становится общимой, с этого начинается книга, она адресуется каждому одному человеку, причем замечу, в первой стихе как бы говорится самое важное не идти с толпой, вот это множественные числа, ишь противопоставления, муж один человек, против расшаим, хатаим и лейцин, множественное число, у них есть пути, у них есть планы, у них есть это самое пьянки общее, у тебя такой дорогий учись, как учись, лишь морла особ, как сказано в книге Ивашуа, храни, чтобы исполнять, то в конце появляется ида, он не будет, цадик не будет одинок, будет ида, и вот теперь появится дорога, эту дорогу, по крайней мере, начало этой дороги, каждый проложится, здесь только могут быть помощники, но дорогу каждый прокладывать начинает и идет по ней все, вот это противопоставление совершенно необычное, оно здесь есть. Мэра, я не поняла, почему у Рашаи много дорог? Я не сказал, что у каждого идет по этой дороге. У каждого Раша есть твоя дорога. Поэтому что ли? Я хочу заметить одну вещь. что в первом у Рашаим есть у Рашаим есть ЭЦА в совещании, и они могут договориться. У них есть МОШАВ, у них есть куча организаций. Надо во втором стихе как бы организация отрицается. Вы это не видите, что отрицается организация? Она, второй стих противопоставлен первому очень резко. ЭЛА если дерево одинокое, дерево в третьем стихе гаяка ЭЦ, причем ЭЦ шатуль посаженный, ЭЦ это вещь, которая не движется. Это статика второго и третьего стиха. Она важная здесь. Но при этом эта статика, она непонятна каким-то образом. вот это тайна мироздания, каким образом статика второго и третьего стиха превращается и одиночество второго и третьего стиха превращается в пятом стихе, в общину и в дорогу в шестом стихе. Вот это и есть тайна, что есть известная Гошему дорога праведник. Она может быть неизвестна людям, но люди ее, как бы это сказать, праведники ее построили. Я хочу здесь сказать одну вещь. Ее придумал не я забыл, я не помню, кто это. Значит, в книге Йова сказано «Лола фанав ханав его». Ханав в современном языке и, может быть, еще у пророков означает листец, на самом деле двуличный человек, я даже не знаю, как по-русски сказать, обманщик ханжа цавуа. Даже не знаю, как по-русски это сказать. Который говорит одно, думает немножко, думает другое. Так вот, перед ним не придет листец, в смысле двуличный человек. Есть очень важная вещь. Прок сюкни кутхили. И это предисловие суперважное. Общее правило гласит следующее, что пять книг Дхилим, как бы и пять книг Тары, некоторая традиция о пяти книг Дхилим доказуемая, что там пять отрывов кончаются одинаково в книге псалмов. Значит, если Тор это слово Всевышнего обращенное к людям, если пророки передают слово Всевышнего, переданное через них, в соответствии с ситуацией, в соответствии с обстоятельствами, потому что пророки действуют в ситуациях и обстоятельствах. Кто? книга Дхилим это книга молитв и мыслей народа Израиля и как бы направление книги Дхилим с земли к Богу. У нее обратное направление. Это общее место, это не какое-то современное изощрение, но как бы это книга, с которой начинают люди. Это обращение людей. Но что отсюда следует? Это супер важно. Для понимания, во что верят евреи, надо читать книгу Дхилим. Потому что в книге Торы сказано, во что евреи обязаны верить и во что они обязаны делать. И это мнение Всевышнего. У пророков это то, что следует делать и что следует думать в данных обстоятельствах. Потому что пророки всегда в обстоятельствах находятся. Мудрец он пытается понять и рассказывает главные свойства мудрец рассказывает не свои мысли, а то, что он понял в книге. Он передает чужое, это его функция. Вот ученые, вот если вы откроете почти все основные статьи философского факультета, то чаще всего вы обнаружите, что они пытаются обычный заголовок типа презумпция следования у Аристотеля, представление об ангелов у Керкигора. То есть они как бы чужие мысли пытаются понять. Подождите, но философ вроде бы пытается понять мир. Ответ мудрец пытается понять чужие мысли. Чаще все. Мудрец в смысле ученый, давайте лучше слово скажем, чем мудрец скажем слово лучше. А вот здесь начинается самое важное. А в книге Дхилеем изложены представления и мысли человека, когда он стоит перед Богом. Вот не то, что он должен мыслить, а то, что он да мыслит. Вот эта книга Дхилеем. Вот книга Дхилеем это что да мыслит верующий, еврейский. Это безумно важно. Вот остальные книги Танаха говорят нам, что мы должны мыслить. А книга Дхилеем рассказывает нам, что мы домыслить. И это наши честные мысли. Здесь нет притворства. Здесь то, что есть. Вот мы вот такие, как в этой книге. как в этой книге. И если первый псалом говорит вот такую страннейшую вещь, что вначале есть дорог у Хартаи и у всяких нехороших вещей, есть советы и пиршества и дороги, то у верующего человека ничего этого нет. Потому что его дорогу знает не он. Знает Юдея Хашем Дер Цедиким. Где эта дорога написана? В Торе, которая во втором стихе. Там эта дорога описана. Откуда ты ее знаешь? Из того, что ты читаешь Тору. Вот она дорога. Но это не дорога, проложенная кем-то. Это дорога, которую надо найти тебе. Ашем знаем дорогу праведства. А вот эта реальность, Рашаим, Хатаим, Лайцим, они живут в реальности. У них есть дорога, они ее тебе покажут, расскажут, посмеются. Она эфемерна, она ничтожна. Эту дорогу узнать можно, эту дорогу знает Всевышний, а где эта дорога изложена во втором стихе Ниги Торн. Вот про это. Это стих удивительно, извините, не стих, а Апсалом, он удивительно экзистенциальный, если вы хотите умное слово. Он про вот вот так мир устроен. Знает эту дорогу, а ты ее узнаешь через свои эгайон, эгайон любви, бормотания сердца. Видите, вот такое слово утребение. Понятно, да? Вот первый псалом, он действительно, он, на самом деле, если о нем подумать, это не просто какие-то словословия, и не просто угроза злодеям, и благословения праведникам, это вот куда более серьезные вещи, как это ни странно. Но на то она и книга дхили. На то они еврейские письмена, где Танах не умеет, вот Тора, например, не умеет рассказывать морализаторские рассказы. Вообще еврейская традиция не знает, что такое морализаторский рассказ. Это поздно появилось. То есть знает, но появилось довольно поздно. Наша традиция предпочитает рассказы с развитием, раскрытием и не говорить прямо некоторые вещи. Вот так они для взрослых. Но вот первый и второй псалом я хочу продолжить. Первый и второй псалом второй псалом замечательен тем, что у него тоже нет заголовка. Вот в третьем псаломе уже появляется псалом Давиду, когда он бежал от сына своего от Абшалома. Значит, второй псалом тоже не имеет заголовка. В том мудят похоже регулярно считают, что первый и второй псалом одно и то же. Что это один псалом, не одно и то же, а один псалом. То есть их не надо разделять на два. Это трудно очень разделить их на два, потому что второй псалом очень не похож на первый и стилистически, и по содержанию, потому что первый псалом он про одинокого человека, где там, где многочислены это злодеи и так далее, а второй псалом он уже национальный. Зачем шумят народы, да? И дальше царь, но который тоже представляет собой не одного человека, а представителя сего народа. Единственное, что в предпоследней стихе второго псалма вдруг появляется опять увязка с нашим псалмом и пропадет дорога, как только разгорится гнев его. Та самая пропадает дорога злодеев, которая пропадет в последнем стихе второго псалма опять появляется. И кончается опять ашрей, то, с чего начинается первый псалом. Блажен муж, блажен муж, в традиционном переводе, счастлив человек, благо человеку, благо всем, кто полагается на него. Он тоже кончается ашрей, начинается ашрей, кончается ашрей, если это один псалом. Другой разговор, что естественно очень хочется эти два псалма разделить, просто потому, что они очень друг на друга не похожи. еще раз, первый, он как бы адресован лично, и он обещает, что твоя одинокая работа окажется на самом деле общественной, потому что по ней есть и терах цитиким, есть и дат цитиким, община, праведник. она появится и ты в ней окажешься. То вторая, второй псалом, он уже чуть-чуть другим. ламракшу ламракшу гуиим улаумиим ягурик яд выцумок и айрец барозаним нас дуяхат айен адунай шихо. Значит, почему шумят народы и племена Егэ-Го это тот же Хогэ только в будущем времени. Это тот же Хогэ, который был вот здесь от рота Егэ и таратэ размышляет. И народы размышляют понапрасну. Но опять слово Хогэ может означать возвышать голос, может означать это самое. Но ничего случайного здесь нет. Почему Ракшу это Рэгэш это море? Почему волнуются народы, если хотите? Как море? Волнуются во время бурь. Почему народы поднимают гучу? Если более образно говорить. И племена, смотрите, мне трудно переводить такие вещи, просто потому, что если следовать Мальбину, то Гоим это народы, а лаумим это нации. Но дело в том, что мне не очень хочется слово нации ставить в книгу псалмов, просто потому, что оно какое-то новое, слишком для мальбин, он принимает гегелевскую теорию нации, народ, народность, стихийник гельянец. Значит, почему волнуется городок, почему Рик в качестве дополнительного слова, второго слова, это не прилагательное, а наречие при этом оказывается пустое, напрасное гегелеву, может быть, не возвышает голос, а может быть, это умство и понапрасну, например, вот такое. у Раши гегелеву задумывают в сердце своем, задумывают что-то напрасное, если вам нужен Раши к этому месту. Едвецу Малхе Аретс встают, но едвецу встают рядами, если вы хотите более, отемни цавинку хэм, вы стоите рядами здесь, встают плечом к плечу цари земные, вот, если хотите такой вот точный перевод смысла слова, значит, то это вот так должно быть. Верозанимно сдуяхат и вельможи ессод это основа, но опять это еще государственный госсовет, если хотите. Аль-Хашем в Аль-Мщихо против Хашема и против Павазаника его. Павазанник в это Машеах на самом деле, но надо понимать хорошо, что Машеах это царь вообще-то, синоним слова царь, потому что царя так же как храмовые сосуды в первый раз их помазывали специальным составом некоторым благовонным в знак посвящения Всевышнему. Точно так же помазывали царей иудеей на самом деле. Значит, помазывали подобным образом, не буду рассказывать там законы, но когда говорится про Машеаха, то всегда подразумевается, что это царь. То есть против Хошема и против помазанника его. Но я хочу обратить внимание, что сходу совершенно Псалом, как некоторое очевидное равенство утверждает, восстание против еврейского царя является восстание против Всевышнего. То есть как бы это знак равенства ставится. Далее идет некоторое странное окончание, которое по всей видимости нужно воспринимать как уменьшительную насмешку. Значит, сбросим поводья его. Сорвемся его внув сбрую, но и то, и другое разновидности поводья на самом деле. Сидящий на небесах Владыка засмеется над ними. Но вот это окончание, оно как бы чик, да, ничего значащего, такое мелкое какое-то, как огурчик, огуречек, яичко и так далее. Поводьячка, звру яичка, но Всевышний посмеется над ними ничтожными, да, мелкими. Азьедебер элеймо. Опять то же самое. Тогда ответ, вот они говорят пренебрежительно, о поводьях и это самое с брую, Всевышний говорит, тоже смеется над ними, исхак, да, усмехается и смеется над ними, когда же обратиться к ним в гневе своем, то в ярости приведет их в ужас, в панику, хэлэм, это паника. И дальше следует прямая речь, вложенная в уста Всевышнего, они на сахте молки, я помазал на сахте возлияние, помазанья моего царя над сионом, горой святости моей, обращусь к закону твердого, а сапра и хок, расскажу закон твердый, Гошем сказал мне, это говорит уже царь Маших, ты сын мой сегодняшнего дня, я буду родителем тебе. Вот скажите, когда царь может, понятно, что вот я сегодня тебя родил, или я в эту минуту тебя родил, кто может сказать, кто помнит момент, когда его родил, кто-нибудь может рассказать про то, как он сегодня родился. Нет, никто не может. Вот царь, я сегодня помазал тебя, то есть я сегодня сказал, я буду родителем. Вот в момент помазки. И куча комментаторов на самом деле утверждают, что это первый псалом, когда Давид был помазан над царством, то дальше идет описание и услышали это филистимляне и пошли войной. То есть как бы, извините, когда не Давид а Шауль, но помазано царство, услышали это филистимляне и пошли войной. То есть как бы, ну вот такое происходит и эта линия, например, у Раши. наши мудрецы говорят про Машеха, но согласно простому смыслу сказано о самом Давиде. И услышали филистимляне, что помазали Давиде над царством Израиля и поднялись войной, и он победил их. И они по этому поводу сказали, зачем шумят народа. И он поднялся. Раша очень трудно принять. Это не соответствует фактическому материалу книги Шмоли. Потому что тогда там все наоборот должно быть. Это народ Израиля находился в подчинении филистимлян. Это они правили. Цари возникают для сопротивления филистимлян. Филистимляне не были под властью народа Израиля на тот момент. Наоборот, для того, чтобы избавиться от них, для того, чтобы избавиться от их набегов и владычества в высокой степени, для этого были помазаны цари. И Бенгемин, и Шаули с колена Бенгемина, и Давидец. Это было военным решением для того, чтобы решить проблему с филистимлянами. По этому же псалму наоборот, это народы пытаются избавиться от власти машех, от власти царя. Поэтому искать надо, ежели мы имеем в виду, что это конкретный какой-то царь, и по поводу какой-то конкретной ситуации, то тогда надо искать другую какую-то картинку. Опять, есть претенденты, но они нам не важны. но аккуратно, что проси у меня, значит, дни ата, они гаджом гелодей, я сегодня помазал тебя, я сегодня родил тебя, проси у меня, и я дам тебе народы во владение до краев непонятной земли, всей земли, если про Машеха, то, как это написано у Абербанеля, например, то титул Машеха должен быть пантократом, в отличие от того, что пишет Рамбом, который пишет, что Машех это царь над народом Израиля, Абербанель считает, что Машех это пантократом, значит, пан это всеобщий, это властитель всей земли. По этому поводу это до краев земли Израиля или до краев всей земли, это вопрос открытый для комментария. Тероем бешевет барзель, сокруши их булавой железный, кихли ее церта на вцем, кихли ее церта на вцем, как сосуд глиняный, ее церр это гончарь, как сосуд глиняный разбей, а теперь цари задумайтесь, атом лахим тоскину, и васру шопте арат, примите наставление владыки, правители земли, шопет, это не только судья, не столько даже судья, сколько владыка, это разные пласты языка, вспомните в книге Шоптим судьи не столько судят, сколько правят, да, шопет это правитель, причем правитель силы, и в хумаше выход эрэц митраем асэш фатин, и по всей земле Израилю устрою суды, но в смысле вот этом, силовым образом разберусь, и гду эт адунай бы яр служите гасшэму в страхе в трепете в игилу бы рада и молитесь, вот тут спорное место, то ли молитесь есть в Таргуне радуйтесь трепеща в молитесь это в Таргуме на арамейском а можно доказать, что это есть одно из значений у пророка по крайней мере так это слово используется используется по этому поводу как точно переводится не очень ясно радуйтесь трепеща или молитесь мне больше нравится молитесь нишку бар вот это самое сложное вот нишку бар пенте наф вот что означает нишку бар открыто для комментариев сейчас расскажу чтобы не разгневался и пропадет дорогу или не прийти к погибели как мы уже сказали два понимания как только немного разгорится гнев его прославлены все кто под защитой значит что касается нишку бар то перевод который вы видите поставляете урожай это ибнезр бар урожай нишку это тот же корень что в слове мешек хозяйство значит и мне этот комментарий нравится больше чем все остальные только поэтому он стоит здесь потому что два варианта которые еще есть это бар мы понимаем как ремейская сын тогда нишку должно быть целуйте сын как бы как проблема проблема в том что во первых появление слова бар значение сын в псалмах очень сомнительно это чисто арамейское слово которое не опыта в псалмах а чисто арамейских слов не употребляется было бы по этому поводу основные варианты кроме того что мы перевели споставляйте урожай мне очень нравится которые это нишку точно так же запатите бар от слова бар чистый сердце корень бор очищать рейш выпал как это иногда бывает и тогда либо мы жили эти чистоты это минах бен сорок это предшественник раши и радак по-моему говорит запаситесь чистотой дело в том что бар в таком значении без последующего слова я просто не знаю есть ли в Танахе вообще такой прецедент чтобы его так употребляли потому что обычно бар лебав бар копаем бар он обычно такой у нас урожай может быть налоги и пропадет дорога ну мы уже сказали что это отсылка к первому псалму о чем этот псалм а вот он уже унациональный вот это вторая сторона книги псалмов если первая это индивидуальная то вторая тема книги псалмов во втором псалме это книга псалмов как национальная книга где народ израиля речь идет о народе израиля как и царь является как бы знаменем народа израиля который помазан всевышнему как священный союз как священный сосуд как священный предмет посвященный всевышнему и вместе с ним весь народ и он уже имеет и речь идет о войнах которые о которых многочисленные и много где говорится и некоторое главное представление что война с народом израиля как бы это война с всевышним потому что собственно говоря войну с израилем имели привычку оформлять в религиозную форму последние 2000 лет и как бы борьба с дурацкими представлениями евреев об их боге как бы всегда это формулировалось так или иначе как в христианском мире так в мусульманском мире ведь зубов ну то есть с разных боков только с разных там взгляд вот это второй свойство то есть как бы один народ против всего мира один но при этом он рядом с ним всевышен то есть вот это уже такой национальный псалом это вторая тема книги псалмов и он собственно скорее про нас чем про народы но он опять как мы сказали книга псалмов представляет наши взгляды наше это народы израиля причем взгляды честные именно так надо представлять себе устройство мира ну вот два предисловия книги псалмов сформулированные как для каждого отдельно и для народа вместе ну да где-то вот я хотел сказать народ есть вопросы ну хорошо народ обдумывает а почему ты говоришь что это к царям это что последние две тысячи лет а до этого времена Давида там Шауля когда было завоевать или там борьба с великим я хочу сказать там очень длинный разговор про то как представляет себе устройство мира все-таки учтите что у тех из них которые язычники чистые то есть я пытаюсь исключить дуалистов а то что на Дальнем Востоке вообще не трогают да я пытаюсь исключить дуалистов всевозможных маздоистов ну подобные движения не будут значит вот вы знаете историю про то как есть известная Агада про то как Александр Македонский в знак признательности еврейскому народу за то что он поддержал их войне против Азы когда он шел на Египет обрадованно сказал что это да вот он узнал первосвященника это тот самый старец который приходил ко мне во сне и говорил что все замечательно и значит и на радости такой пообещал поставить скульптуру самую красивую зевсу в еврейский храм на что евреи сказали вот только без этого давай мы тебе другую почесть воздадим и всех своих детей начнем называть Александров пальчиков да опять то что автор этого медраша отлично знает о чем говорит Александр Македонский это первый мальчик который назван Александр Александр женское имя вообще это в Греции первый мужчина с этим именем Александр Македонский до этого это чисто женское имя вот поэтому это такое обещание щедрое было но здесь что важно Александр Македонский услышав о том как выглядит что такое бог Израиля он сразу сделал понимающий лицо и понял я понял вы говорит Зевсу поклоняйтесь вот Зевс он все понял сейчас сделаем сейчас золотого Зевса вам подарим то что тогдашние Гои за речающим исключением просто не могли понять во что верят евреи и считали что это еще один у них бог есть и радостная попытка запихнуть Зевса в еврейский храм кстати не только Александра Македонского были еще у Геродота по этому поводу есть некоторое упоминание что где-то в горах Сирии а греки весь наш регион называли колес Сирии специальный термин который включал наш иудей значит есть народ философ вот этот вот вот этот бог который не имеет земного воплощения не имеет земного изображения и не является частью земного вот что характерно для Зевса Зевс он живет на земле он не объемлет землю он на ней живет совершенно другие представления это вот куча народу которые плохо понимают что монотеизм и политеизм отличается не один много они отличаются всем на свете от того что вы какого-то одного бога назначите вдруг единственным главным от этого у вас не станет монотеизм он у вас не появится у вас появится еще другое по этому поводу гои не могли гои не воспринимали битву между народов вот когда они были язычниками когда они верили в много богов они не воспринимали эту как битву против богов против бога данного народа никогда то есть там боги могли по их представлениям драться каждому народу друг с другом тем временем во время нашей земной войны это их представление но бороться против бога люди не могли и например главное религиозное преступление в греческом мире это отвергнуть одного из богов это категорически невозможно в этом смысле евреи были еретиками редкостными полными они отвергали всех богов это же надо умудриться совершить такое религиозное преступление с точки зрения греков мы были преступниками законченными они-то нашего бога признают ну как бы в своих представлениях вот зевс хотите по этому поводу их выступление против нас было войной могло быть оформлен как война с еретиками и редко с такими ну совершенно дикими куда же дальше запредельные уже еретики какие-то были это но войну с богом нет никогда то что вы говорите что этот псалом это цари которые помазаны и которые это же война народов против еврейского бога то есть это уже начинается вот эти две тысячи лет это получается что что говорит псалом что выступление против мщиха против его повазника это выступление против хаши вот что говорит формулирует ли гои что это выступление против бога это такой интересный вопрос потому что вот этот стих когда ненадкая атмосфера третий стих сбросим по воде и сорвем с себя сбрую его его чью чью его это всевышнего то есть нас небес заставляет вести себя так мы сейчас сбросим и будем действовать по нашему то есть как бы ну сегодняшняя попытка уговорить всевышнего что мы тут на земле твердо знаем как нам жить и лучше тебя знаем законы поэтому твои ограничения на том как нас себя вести нас не интересуют мы сейчас сами постоль как вести себя по-божески ну знаете молитва фанатика боже ты умный человек сделай как я сказал но молитва еретика она приблизительно такая же божественные законы те которые мы установили это про это я понимаю что нет не про это а может быть про это вот то что привычка еврита библейского вот его тогда мы говорим сбросим с себя поводья вот здесь его с большой буквы или маленькой вот здесь должно быть слово его вот здесь должно быть слово его с большой буквы или маленькой писать или так писать я как я себе представляю это все таки всегда народы во таком случае теперь все воины это борьба с евреями это борьба с еврейским богом я так это понимаю всегда понимал смотрите два народа которые дают дверь религии если хотите которые пытаются как-то бороться с народом Израиля утверждают что они борются не с еврейским богом а с тем что они скорее борются вот если мы говорим про сегодняшние дни они борются вот с этим вот с этим ты сын мой сын мой первенец мой Израиль да они вот с этим борются они не с богом борются они нынешний народ борются вот с этим им это не нравится это же представление Гошема на земле еврейский народ значит они с ним и борются значит они борются в них борются потому что они борются с нами потому что Гошем нас поставил зачем он как бы вы свидетельствовали о нем вот хор он и свидетельствует о нем им это не нравится а им не нравится Хатшем и им не нравится то что мы сын первенец мой Израиль что им не нравится конкретнее вот попробуйте ну им не нравится то что он нас выбрал поэтому ему не нравится его не нравится и мы не нравимся ну давайте договоримся что мусульмане верят в того же бога что и мы да ну не факт да теоретически никто не может поспорить что нет божества кроме бога да начало провозглашения веры мусульманской ла и ла и ла нет божества кроме бога да мы не согласны со второй частью Мохаммед пророк его но это не наша проблема но первой части мы не спорим точнее они это у нас подцепили но я не очень понимаю что тут как-то главное хорошо эллочка но ты подумаешь на фкультативе мы должны освободить мейер он работает шести часов слегка я просто просто обращение к царям израиля это будет твое фкультативное задание но все таки большое спасибо отлично завершение с большой буквы или с маленькой когда речь идет про погоди он очень интересный окей господа и дамы давайте освободим мейера мы это обсудим с божьей помощью в следующий раз спасибо большое всем счастливо пока мейер огромное спасибо отдыхай дорогой спасибо мы ждем